Привет, друзья! Сегодня разберём песню Гаврилы из кинофильма «Бумбараж». Сыграем её в тональности «Ля минор». Сыграем полностью всю песню, и я вам покажу, как что играть. Итак, приступим. Соловья послушать, на небо взглянуть. Ох, не хватает время, люди не дают. Не хватает время, люди не дают. А дают мне люди до смерти заснуть. А над моей могилой соловьи споют. По традиции разберём аккорды. Первый «Ля минор». Берём так. Первая открытая, вторая на первом. Третья, четвёртая на втором. Басовая, пятая. Сразу за перебор скажу, произвольно играется. То есть, нет никаких правил в этом случае. Как вам больше нравится, как вам удобно, так и играйте. Итак, «Ля минор» есть. Следующий «Ля септ аккорд мажор». Басовая тоже, пятая открытая, вторая и четвёртая прижимаются на втором ладу. Следующий «Ми мажор». Первая, вторая открытая. Третья на первом. Четвёртая, пятая на втором. Басовая, шестая. Будет аккорд «Ми септ аккорд мажор». То, что мы только что держали. Приподнимаем, открываем четвёртую струну. И мизинчиком прижимаем вторую на третьем. Вторая, второй лад, пятая. Первый лад, третья. И третий лад, вторая. Понятно. Следующий «Фа мажор». Барре, первый лад. Третья струна на втором. Четвёртая, пятая на третьем ладу. Дальше аккорд «Соль мажор септ аккорд». Первую прижимаем на первом ладочке. Пятую на втором. И шестую на третьем. Она же басовая струна. Дальше аккорд «До мажор». Дальше аккорд «До мажор». Прижимаем вторую на первом. Четвёртую на втором. Пятую на третьем. Басовая пятая струна. Дальше будет аккорд «Ре минор». Первая на первом. Вторая на третьем. Третья на втором ладочке. Басовая четвёртая открытая. Будет аккорд «Си минор 7 минус 5». Прижимаем вторую и четвёртую на третьем ладу. И третью и пятую на втором. Первую желательно не играть, но если сыграете, ничего страшного. Басовая пятая струна. Вот такие аккорды к этой песне. Давайте подробно сейчас разберём, какие хода я играл. С самого начала. Давайте вступление. Будет аккорд у нас. Септаккорд «Ми». Изначально мы играем шестую струну открытую. Прижимаем вторую и четвёртую на девятом ладу. И первую. И третью на седьмом. То есть мы берём маленький баре. Три струны прижимаем. И четвёртую и вторую добавляем. Играем шестую. И быстренько четыре струны нижних. И на ми септаккорд выходим на эту позицию. И играем басовую пятую струну. Не шестую, а пятую. Ну, так играется на записи. Вот так. Дальше идёт куплет. Дайте мне минуту. Тут ничего такого нет. Со второй части куплета. Вот начинаются у нас слова. Соловья послушать. Я играю аккорд «Ля минор». Все струны подряд. Вот дальше такой ход идёт. У нас первая и третья струна играет. Первая, восьмой лад. Третья, девятый. Дальше. Первая струна и третья на седьмом. И потом на пятом. Первая и третья. Положение пальцев. Указательный на первой струне. Средний на третьей. Это первая наша нотки. Дальше. Указательный я убираю палец и играю. У меня средний палец остаётся на третьей струне. Всё время меняется только первая струна. Палец. Вот первое положение указательный. Дальше безымянный палец играет на первой струне. Ещё раз. Дальше. Ставим аккорд ми мажор. Играем шестую открытую. Первая и третья на четвёртом. Вторая на пятом. Играем в подряд четыре струны. Потом вторая. Ставим аккорд фа мажор. В этом положении барре. Пятый лад. Вторая на шестом. Четвёртая на седьмом. Пятая на восьмом. Играем первую и пятую одновременно. Вот сыграли две струны. Потом играем четыре, три, два. Дальше такой ход идёт. Играет вторая и четвёртая струна. Вторая струна на шестом. Четвёртая на седьмом. Положение пальцев то же самое, что было в предыдущем ходе. Сначала указательный, потом меняем. Безымянный ставим. Итак, сыграли первое. Второе положение. Пятый лад. Вторая и четвёртая. И третий лад. Вторая и четвёртая. Выходим на ля септаккорд. Играем пять струн подряд. От пятой струны. Дальше. Снова играем пятый лад. Две струны. Четвёртая и вторая. Пятый, третий и второй лад. По две струны. Вот сыграли второй лад. И сразу подвинули на третий лад. И выходим на ре минор. Давайте ещё раз с самого начала. Из второй части куплета. Понятно. Дальше там играем. Он хватает время. Время. Вот на до мажор мы пришли. Сыграли тоже пять струн. Потом играем вторая струна. Третий лад. И первый лад. Изначально открытая первая. Вторая. Вторая. Выходим на соль септ. Дальше. Также сыграли. Можно все струны подряд сыграть. Потом шестая. И такой ход идёт. Сыграли шестую. Дальше играет третья и четвёртая струна. Третья на втором. Четвёртая на третьем. Дальше всё сдвигаем на один тон вверх. Третья на четвёртом. Пятая на пятом. Ой, четвёртая на пятом. Извините. И на до мажор выходим. Дальше у нас идёт второй куплет. Вот там с таким басом играется. Также сыграли все струны. Дальше. Бас играет у нас пятая струна. Второй лад, третий лад и четвёртая открытая. Ещё раз. Дальше. Вот такой ход я там сыграл. Значит, сыграем его тоже вторая и четвёртая струна. Второй лад, пятый лад и восьмой лад. Вот сыграли две струны на восьмом ладу. Дальше. Играем первую и вторую. Первую прижимаем на шестом ладу. Вторая у нас прижата уже. Вместе с четвёртой. Дальше. Первая на пятом. Вторая на шестом. Дальше. Первая на третьем. Вторая на пятом. И выходим на ре минор. Давайте ещё раз со второго куплета сначала. Вот ещё такой басовый ход будет на соль мажоре. Играем шестая струна, третий лад, пятый лад. Вторая, пятая струна, второй лад. И третий лад, пятая струна. И ставим аккордцу до мажор. Вот и все сложности, что сыграны были в этой песне. Пробуйте, у вас, конечно, всё получится. Главное, терпение и желание. Желаю всем успехов. Пока.